Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Россия увеличила поставку нефти в Индию в 20 раз в сравнении с прошлым годом. Американское издание Bloomberg не устает переписывать статьи об очередных рекордных поставках российской нефти на рынок Индии. Индийские компании и нефтеперерабатывающие заводы этой страны полностью переключились на российскую нефть и увеличили ее закупки в 20 с лишним раз в сравнении с 2021 годом. Если по итогам прошлого года доля российской нефти на рынке Индии не превышала и 2%, то к концу июня этого года уже достигла отметки в 25%. Если в мае Россия с долей 18% на индийском рынке обошла Саудовскую Аравию, переместившись на второе место среди крупнейших экспортеров нефти, то в июне Россия сместила с трона Ирак. Теперь Россия официально стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Стоит отметить, что до этого Россия вернула себе лидерство в объемах экспорта нефти в Китай. По данным агентства Reuters, Китай за последний месяц увеличил импорт российской нефти на 55% относительно апрельских и майских значений. Таким образом, к началу июля два крупнейших экспортера нефти Китай и Индия существенно увеличили закупку нашего черного золота, снизив импорт ближневосточной нефти. Более дешевая российская нефть устремилась в Азию, а более дорогая ближневосточная потекла в Евросоюз и США. Хотя американцы хитрят и в последнее время увеличивают покупку российской нефти, перекупая ее у индийских компаний. Российская нефть с дисконтом и индийской наценкой оказывается выгоднее ближневосточной. Вчера министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия практически завершила переориентацию поставок нефти с европейского на азиатский рынок сбыта. За счет предоставления дисконта процесс удалось реализовать максимально оперативно. Запад своими санкционными мерами практически полностью лишил себя возможности получения российских ресурсов и теперь сам вынужден придумывать серые схемы покупки нашей нефти. По данным агентства Bloomberg в мае Россия заработала на продаже нефти свыше 20 миллиардов долларов. В июне эта цифра увеличится за счет роста физических поставок черного золота. Высокий спрос на российскую нефть привел к росту добычи нефти в стране. Если раньше министерство энергетики опасалось возможного снижения добычи на 10-15%, то теперь оно уже сообщает о росте добычи не менее чем на 5%. При сохранении текущей тенденции Россия заработает на продаже нефти и газа в этом году порядка 300 миллиардов долларов, что соответствует сумме замороженных Западом валютных активов Центробанка, накопленных за много лет. Важно с учетом полученных уроков прошлого грамотно распорядиться полученными доходами, направив их в реальный сектор экономики и развитие инфраструктуры.